Доброе утро, друзья! С вами Гульнара Махмутова, значит, время делового завтрака. Вместе с Департаментом продовольствия мы торопимся в кафе «Рита в ритме», потому что гость сегодняшней программы – советник президента Республики Татарстан Наталья Фишман. Наталья, доброе утро! Я родилась в Казани, я очень люблю свой город. Вы человек, который вносит большой вклад в его благоустройство и развитие. Вы гордитесь своими работами? Ну, а иначе как вообще? Я не знаю, как по-другому. Тогда как-то очень печально жить, если ты недовольна своей работой. Сложность, она в том, чтобы каждый занимался своим делом. Вот когда чиновники начинают придумывать, и потом страшно градится тем, что они придумали, у нас появляется что-то не очень красивое в городе. Поэтому мы не должны придумывать, мы должны находить талантливых людей, давать возможность придумывать им, а потом следить за тем, чтобы их идеи были воплощены. Ну, это мое представление о задаче. Сегодня у нас на завтраке присутствуют воспитанники архитектурной школы Дашка. И у них масса вопросов к вам, естественно, масса идей. Я готова, я сразу сдаюсь. Но мы уже познакомились, если честно, немного, и у них какие-то очень крутые затеи. Скажите, пожалуйста, а какие привилегии имеет женщина, работающая в правительстве, и как это сказалось на вашем карьерном росте? Это довольно спорная, сложная тема, потому что, с одной стороны, коллеги сначала так патроналистски к тебе относятся, ну, так немножечко как-то так по-отечески еще ко всему прочему. С другой стороны, в тот момент, когда ты начинаешь настаивать на своем, это проходит. И дальше уже тебе перестают делать скидки. Единственное, что, безусловно, всегда работает, это в крайних случаях можно, конечно, как-то очень сильно расстроиться, и тогда благородные мужчины обязательно как-то размягчаются и пытаются помочь. Но этим нельзя пользоваться часто, иначе тебя не будут воспринимать всерьез. Мне интересно узнать, почему вы решили перейти к развитию социальных пространств, таких как школы, больницы и онкологические центры. Как бы задача ставится шире, чем благоустроить парки. Задача состоит в том, чтобы жизнь людей преобразовывать. Вы же, как архитекторы, должны исходить из того, что пространство, оно задает, собственно, то, как люди взаимодействуют друг с другом и формируют нашу жизнь. Какое пространство в школе? Это влияет на то, хочется или не хочется вам, например, идти в школу. Когда мы с вами говорим про больницы, мы понимаем, что, ну, вообще среда должна помогать выздоравливать, человеку должно быть комфортно. Когда мы говорим с вами про детские поликлиники, например, мы говорим про то, что ребенку не должно быть страшно. Ему должно быть, наоборот, интересно, он должен отвлекаться от того, что у него что-то болит. Вы можете перечислить актуальные проблемы с казанскими парками на сегодняшний день? На самом деле нам очень повезло, что в Казани достаточно серьезный объем озеленения на территории города. Главная проблема пока все-таки это управление, потому что управлять общественной территорией без большого содержания это сложно. Но вот у нас появилась дирекция парка в Казани, которая, я думаю, что должна скоро научиться это делать. И уже этим летом у нас будет намного больше хороших мероприятий в парках, чем, например, в предыдущие годы. Сейчас активно развиваются парки. Но что насчет малых архитектурных форм, остановок дворов? В чем трудность их развития? Мы не совсем этим занимаемся, если честно, потому что мы все-таки стараемся выбирать какое-то общественное пространство комплексное. Либо это парк, либо это бульвар, либо это набережная, либо это площадь. Либо это из открытых, либо это какое-то закрытое общественное пространство, будь то ДК, больница или поликлиника. То, о чем вы говорите, это про то, что можно классно сделать парк, но если до него нельзя дойти по тротуару, то, в общем, не стоит рассчитывать, что тот придет туда в красивых туфликах и будет там задавать стандарты какой-то богемной жизни. Ключевая задача – это комплексно подходить к проектированию территории для того, чтобы эти проблемы решались. Хотелось бы задать вопрос касательно главной улицы города. Каковы перспективы развития дворов, подземной галереи на Баумана? Баумана за год реализовать невозможно было, потому что, ну, можно переложить мощение, но мы с вами понимаем, что на самом деле, если мы там заменим мощение фонари или даже придумываем красивые зеленые какие-то интервенции в это пространство, оно по сути не изменится, потому что все, что нас с вами по-настоящему раздражает – это звук, это состояние витрин, это то, что на улице происходит, ну, это вот то, что люди создают, предприниматели создают, там, туристы в каком-то смысле и так далее. Это за год сделать нельзя, у нас сейчас пойдет чемпионат мира, и я думаю, что, конечно же, Казань займется своей главной улицей. Друзья, департамент продовольствия приготовил к нашей встрече вкусный и очень полезный завтрак. Предлагаю подкрепиться. Всем приятного аппетита! Спасибо, приятного аппетита! Наш деловой завтрак подошел к концу. Спасибо большое, Наталья, что уделили нам время в вашем плотном графике. Желаем юным архитекторам творческих успехов, а телезрителям хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok